Продолжаем эфир самого крымского в мире радио Крымреали у микрофона Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, в 8.35 и 13.10 на полуострове, в 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины, ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8-800-10-06-926, жители материковой Украины 044-490-2905. Поехали! Пенсионный фонд Российской Федерации подвел предварительные итоги работы за 2017 год. При этом выяснилось, что по мнению фонда нет пенсионеров, находящихся за чертой бедности, то есть с ежемесячным доходом ниже прожиточного минимума пенсионера. Как обстоит дело с начислением пенсий в соседнем России, аннексированном Крыму? Как сочетаются между собой заявления фонда и очередной отказ от индексации пенсий? И возможно ли действительно прожить на так называемый прожиточный минимум? Обо всем этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут, но вначале небольшой сюжет от моих коллег. Крым в центре внимания! У каждого свои ценности. Один страдает, что у него нет машины, а другой радуется, что были все более-менее здоровы. Пенсионеров, живущих за чертой бедности, в России нет. Об этом свидетельствует отчет Пенсионного фонда России о предварительных итогах 2017 года. В сообщении говорится, нет пенсионеров с ежемесячным доходом ниже прожиточного минимума. В частности, более 3,5 миллиона человек получают социальную доплату. Каждый третий житель Крыма – пенсионер. Сейчас 86% пенсионеров получают так называемую пенсию по старости, 6% по инвалидности и 3% по потере кормильца. Средняя пенсия по старости, согласно данным Крымстата, по состоянию на 1 января 2017 года составила чуть больше 12 тысяч рублей. Это около 5400 гривен. По сравнению с 2016 годом размер средней пенсии в аннексированном Крыму вырос практически на 100 рублей, а по сравнению с 2015 годом – почти на 400. Тем не менее, уровень пенсии в Крыму все равно на треть ниже, чем в соседней России. Пенсионеры объясняют журналистам и блогерам – из-за низкого уровня доходов особенно тяжело оплачивать счета коммунальных служб. Вообще вышибает из колеи полностью, тем более, что касается нас, как пенсионеров. Мы получаем пенсии, в первую очередь идем в аптеку, потом на почту и домой приходим вообще без пенсии. Наш человек уже настолько адаптировался к окружающей, как говорится, среде, что каждый пенсионер выбирает себе то, что ему самое необходимое. Нам ничего с мужем не хватает. Помогает сын, все, потому что на лекарства. В основном лекарства и питание. Все. В этом году прожиточный минимум в Крыму составил 8035 рублей. Это чуть больше 3500 гривен. Прожиточный минимум для крымских пенсионеров – важный показатель. На основе этого минимума чиновники рассчитывают размер доплат тем людям, чьи пенсии не достигают установленной минимальной суммы. Крым в центре внимания. Возвращаемся в студию радио Крым Реалий. С нами на связи Владимир Назаров, директор Российского научно-исследовательского финансового института. Владимир, здравствуйте. Добрый день. Итак, пенсионный фонд Российской Федерации, ничтоже сумняшися, заявил, что пенсионеров, которые живут за чертой бедности, в России вообще нет. Это такая действительность, вот такая вот реальность благополучная? Или это какая-то такая манипуляция с цифрами, от которой настоящие пенсионеры будут в шоке? Ну, конечно, это не так, потому что пенсионеры, они живут не в безвозгленности. Пенсионный фонд что имел в виду? Он имел в виду, что действительно у нас есть эта доплата до прожиточного минимума. Если у нас есть неработка и его пенсии ниже прожиточного минимума, то есть специальная доплата для того, чтобы довести его пенсию до прожиточного минимума. Поэтому вот до юра действительно пенсионный фонд дотягивает доходы всех пенсионеров минимум до прожиточного минимума, простите за тавтологию. Но при этом забывается, что пенсионеры же, они живут не в безвоздушном пространстве, во-первых, они живут в семьях. И некоторые эти семьи, вот как вот у вас интервьюер говорили, что дети помогают, а некоторые пенсионеры, наоборот, вынуждены помогать своим детям. Допустим, если ребенок есть в семье, там мама за ним ухаживает и всю семью тащит, допустим, отец. И его, допустим, зарплата, которая, допустим, там мрота или полтора мрота, или там два даже мрота, то его зарплата все равно на два и троих не хватает. И все это домохозяйство вместе с пенсионером, допустим, с бабушкой они живут вместе, оно становится бедным. То есть в целом семья бедная, пенсионеры в этой семье тоже бедные. Поэтому у нас в России бедность среди пенсионеров существенно меньше, чем среди остальных слоев населения, 9%. Но, тем не менее, 9% пенсионеров живут в домохозяйстве с доходами ниже прожиточного минимума. Это первый факт. А второй факт, это, конечно, лекарства. Потому что они в недостаточной степени представлены в корзине потребительской, а пенсионерам их нужно гораздо больше, чем трудоспособным людям. Поэтому здесь у нас отсутствие бесплатных лекарств в амбулатории, за исключением льготных категорий, соответственно, тоже может ввестись... Де юре не бедный человек, а де факто в тяжелой ситуации находиться. Существует ли отдельный прожиточный минимум для пенсионеров или прожиточный минимум для всех категорий граждан один и тот же? Существует, но он меньше, чем прожиточный минимум трудоспособного человека. Он рассчитывался, вот я повторяю, больше исходя из товаров, услуг, одежды, вот таких вот вещей, которых пенсионеру, ну, может, действительно нужно чуть поменьше, чем активному члену общества. Но поэтому, повторяю, абсолютно не рассчитывается, что некоторым пенсионерам нужны, кажется, на достаточно большие суммы, которые вполне сопоставимы со всем этим прожиточным минимумом. Это довольно важное замечание. Но вот тут, смотрите, президент Российской Федерации Владимир Путин 20 декабря подписал закон, который продляет до 2020 года, такая вот цифровая тавтология, заморозку накопительной части пенсии. Вот как можно соотнести то, что фактически пенсия не будет прирастать с довольно победными заявлениями пенсионного фонда? Ну, это немножко разные истории. Накопительная компонент это скорее про будущих пенсионеров, про то, что там будет, про мою пенсию через 20-30 лет, это вот про это. А так предусмотрены индексации в соответствии не ниже инфляции. Это все в законодательстве есть. Вот. И я бы вот не делал никаких непобедных реляций, но и ситуация драматично не ухудшается. Другое дело, что, конечно, хотелось бы ее сильно улучшить. И улучшить ее можно было бы двумя вещами. Первое. Повысив пенсионный возраст, начать индексировать пенсии выше, чем инфляция. Это, во-первых, что можно сделать. И второе. Это потихоньку все-таки вводить у нас нормальное лекарственное страхование, как в большинстве стран мира, когда люди не отдельной категории граждан, не по отдельным заболеваниям, а по достаточно широкому списку заболеваний могут получить лекарства. Ну, условно говоря, 70% платит государство, 30% платит человек. Тогда, соответственно, мы этот иск снимем с населения. Потому что нынешнего прожиточного минимума, повторяю, на дорогие лекарства, конечно, не хватит. 19 декабря правительство отправило межбюджетных трансфертов на 7 миллиардов рублей на доплаты к пенсиям в 13 регионов Российской Федерации. Почему, во-первых, велика ли эта сумма, какое оно место занимает вообще в структуре начисления пенсий? И, во-вторых, почему только 13 регионов? Всем остальным не нужно или всем остальным хватает? Ну, эта сумма вообще, на самом деле, ничтожена, потому что если мы там все пенсии сложим, включая там военных и так далее, то это будут суммы, которые под 5 триллионов мы тратим, поэтому вот эти 7 миллиардов это капля в мое. Выделяются эти деньги, повторяю, потому что у некоторых пенсионеров пенсия получается ниже федерального прожиточного минимума. И чтобы дотянуть эту пенсию до федерального прожиточного минимума, из федерального бюджета выделяются эти деньги. Они небольшие и как раз они направлены наиболее нуждающимся пенсионерам. Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Владимир Назаров, директор Российского научно-исследовательского финансового института. Это Радио Крым Реалий, звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове и 044 490 29 05, если вы на материке, а мы продолжим буквально через несколько секунд. В эфире Радио Крым Реалий. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать. Итак, несколько цифр. В 2017 году страховые пенсии более 31 миллиону неработающих пенсионеров на всю Россию были увеличены на 5,8%. Индексация с 1 февраля на 5,4% и с 1 апреля на 0,38%. В августе пенсионный фонд провел ежегодную корректировку страховых пенсий более 11,8 миллионов работающих в 2016 году пенсионеров. В итоге среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2017 году составил практически 14 тысяч рублей, что на 164% выше, чем прожиточный минимум пенсионеров. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля 2017 года были проиндексированы как работающим, так и неработающим пенсионерам на 1,5%. Это повышение коснулось практически 4 миллионов пенсионеров. В итоге в 2017 году среднегодовой размер социальной пенсии составил, внимание, 8,8 тысяч рублей, что на 104% выше прожиточного минимума пенсионера. Ну, то есть на 4% выше, чем прожиточный минимум пенсионер. Среднегодовой размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства первой группы составляет 13,2 тысячи рублей. С нами на связи Александр Ткач, эксперт пенсионной системы реанимационного пакета реформ Украины. Александр, здравствуйте. Доброе утро. Вот мы тут обсуждаем ситуацию с заявлением Пенсионного фонда России, что нищих пенсионеров, то есть получающих меньше, чем прожиточный минимум, нет. Но при этом расходные расходы этих самых пенсионеров не учитываются. Наш собеседник из России говорит, что иногда бывают такие затраты на лекарства, что пенсионеры еще вынуждены получать помощь от своих родственников, потому что пенсии не хватает. А вот как дело обстоит в Украине. Вот имеются ли какие-нибудь территории, ну, последние там, последний год, последние два года подвижки в пенсионной системе? Есть ли какие-нибудь реформирования? И, наконец, что у нас там в абсолютных цифрах с выплатами тем, кто уже не работает? Ну, конечно же, подвижки эти есть, потому что, ну, я думаю, вы слыхали по анонсированной правительством пенсионной реформе. Хотя я бы ее такого и не называл. Я бы называл это как изменение параметров первого солидарного уровня пенсионной системы. Ох, это очень сложно. Пожалуйста, разъясняйте такие сложные термины. Да. Смотрите, на самом деле пенсии людям, которые вышли на пенсию, скажем, 10 лет назад, 20 лет назад, ну, кто-то даже 5 лет назад, они существенно отличались от пенсии тех, кто вышел недавно. Ну, скажем, последние три года. И вот это осовременивание пенсии, то есть подтягивание уровня ранее призначенных пенсии к нынешним реалиям, оно требовало необходимых внесений и в законодательство, и поиск соответствующих финансовых ресурсов. Поэтому в результате всех этих изменений, которые произошли, они были направлены и на изменение формулы расчета пенсии и на изменение условий выхода на пенсию, в результате всех этих изменений удалось поднять пенсии в среднем на 500-600 гривен, но это коснулось почти всех пенсионеров, ну, из 11 миллионов пенсионеров это 10 миллионов людей коснулось. Кроме того, будут пересмотрены пенсии военным пенсионерам с 1 января 2018 года, и в среднем пенсии для военных пенсионеров могут быть увеличены где-то на 60%. В то время как пенсии людям, которые вышли по общему законодательству, они где-то в среднем увеличились на 30%. Если говорить в цифрах, то средняя пенсия по Украине до всех этих реформаций составляла порядка 1700 гривен, сейчас она составляет порядка 2500 гривен. То же самое и прожиточный минимум пенсионера, он тоже несколько увеличен, незначительно, но увеличен, и сегодня он составляет порядка 1452 гривны, ну, скажем так, 1500 гривен. Если же коснуться вот этих, ну, расходов, с которыми сталкивается пенсионер, то, конечно же, эти 1500 гривен никак не покрывают не только затраты, связанные там с питанием, коммунальными услугами, ну, и тем более затраты на лекарства и остальные сопутствующие затраты, связанные со здоровьем пенсионера. Вот. Поэтому, если мы будем, ну, сегодня пытаться сравнивать две системы, скажем, ну, в двух соседних государствах, то здесь нужно, конечно, исходить не только из того, что может человек купить на эту пенсию, но и соотношение размера пенсии к утраченному заработку. Вот. И если взять, скажем, ну, средние заработки сегодня в Украине и среднюю пенсию, то это соотношение составит порядка 30 процентов, точно, примерно то же самое мы наблюдаем сегодня и в России. Соотношение, к сожалению, остается низким, и оно не отвечает ни стандартам международной организации труда, ни тем более стандартам Европейского Союза. Хорошо, давайте теперь взглянем в будущее. Довольно много говорится о том, что от солидарной системы, когда за нынешних пенсионеров платят те, кто сегодня работают, перейдут к системе накопительной, то есть, когда каждый работающий будет откладывать себе, грубо говоря, на старость. Когда можно ожидать в Украине перехода к такой накопительной системе? И самое главное, если такой закон будет принят, накопительная система, условно говоря, с 1 января 2019 года заработает, то как быть тем крымским пенсионерам, которые проживают на полуострове, но являются гражданами Украины? Что будет с ними, если вообще что-то будет? Смотрите, второй уровень или обязательная накопительная система, да, в этом последнем законе, который вносил изменения в солидарную систему, в его заключительных положениях действительно записано, что обязательная накопительная система должна стартовать в Украине с 1 января 2019 года. И участниками этой обязательной накопительной системы будут граждане Украины, которые подлежат общеобязательному государственному пенсионному страхованию, которым на момент внедрения этой системы, на момент старта, не исполнилось 50 лет. А те, кому исполнится 50 лет, но еще не наступит 60 лет, имеют право добровольно присоединиться к этой системе. Вот, те люди, кому 60 лет уже исполнится, они не имеют права быть участниками этой системы. Что касается граждан Украины, проживающих за рубежом, ну, ныне за пределами, скажем, Украины находятся, они имеют полное право заключить пенсионный контракт с выбранным негосударственным пенсионным фондом, то есть допущен, согласно законодательству Украины, к участию в системе второго уровня, в обязательной накопительной системе, заключить пенсионный контракт. Для этого надо будет написать заявление соответствующее, вот, и отчислять туда пенсионные взносы со своей зарплаты. При этом, конечно же, не имеет значения, где человек территориально находится. Если банковская система или какая-то другая система передачи денег, скажем, транзакции денег позволяет делать эти взносы, пожалуйста, он может быть участником этой системы. Что касается вообще участия в негосударственных пенсионных фондах, то законодательством Украины лица, имеющие рожданство и лица, не имеющие рожданство, иностранцы, они тоже имеют право участвовать в системе неосударственных пенсионных фондов, потому что именно они будут составлять основу системы второго уровня. Поэтому, скажем так, для граждан Украины, которые живут, неважно, в том же Крыму, никаких препятствий для них к участию в этой системе нет. Ну, это на самом деле выглядит гладко только на бумаге. Если отчисляет непосредственно человек через банковские транзакции, то на территории Автономной Республики Крым временно оккупированной России не работает система международных платежей. Даже более того, прошла информация уже на этой неделе, что Мастеркард и Виза прекратили обслуживание карт даже тех банков, ну, той системы, которая связывает только Крым с Россией, международные были транзакции отключены еще в 2014 году. Как в этих условиях вносить вот эти вот взносы пенсионные? Это нужно будет каждый месяц пересекать административную границу и где-нибудь на Херсонщине платить в этот фонд, а потом возвращаться обратно на подконтрольную Кремлю территорию? Или, может быть, все-таки надо предусмотреть какой-нибудь специальный, специальный там, специальный закон, ну, я не знаю, изменения для тех, кто не может платить через банки? Вообще-то, на самом деле, конечно, нужно предусмотреть такую возможность и через определенные платежные системы, наверное, все-таки нужно организовать вот эти транзакции. Потому что, ну, иначе это просто идут какие-то обходные пути, ну, допустим, там человек может в конце концов использовать систему почтовых отправлений, ее никто не отменял, не запрещал. Но при этом человек будет, гражданин Украины, будет нести транзакционные издержки, платить комиссию, скажем, той же почте за перевод денег соответствующим там получателям. Вот, конечно, этот вопрос нужно будет предусмотреть в том числе и в законодательстве. Но, опять же, система платежей, она больше находится в прерогативе центробанков, чем в прерогативе, скажем, Министерства социальной политики, которое будет инициатором этого закона или там народных депутатов, которые будут инициаторами этого закона. Поэтому вопрос, вы правильно сказали, теоретически он абсолютно решаем, практически надо что-то придумать. Хорошо. Перед тем, как мы все-таки это придумаем, пройдет еще довольно немало времени, по крайней мере, если система будет запущена с 1 января 2019 года. Но пока давайте вернемся к делам сегодняшним. Российский пенсионный фонд заявляет, что таких пенсионеров, которые живут на нищих пенсионеров, тех, чей доход ниже прожиточного минимум, просто не существует. В Украине есть ли пенсионеры, которые проживают, получают совокупный доход меньше прожиточного уровня? Или за счет доплат из бюджета нищих пенсионеров, по крайней мере, формально, по крайней мере, по доходам в Украине нет? Формально нет, потому что существует еще система социальной помощи. То есть, если у вас каким-то образом получилось, что по всем расчетам размер вашей пенсии ниже получается, чем установленный прожиточный минимум, то есть 1452 гривны, то производится доплата. Либо это на основании тестирования доходов, вот, а оно, как правило, ну, сегодня, к сожалению, чисто формальное и практически всем производится доплата до вот этого прожиточного так называемого, я бы сказал, прожиточного минимума. Потому что реальный прожиточный минимум, он, конечно же, как бы корректируемый на те же лекарства, он получается значительно выше в цифрах. Но формально, как вы правильно сказали, у нас пенсионеров, получающих, ну, скажем, лиц пенсионного возраста, получающих выплаты ниже прожиточного минимума пенсионера, нет. В Украине, в украинском обществе довольно скандальными, если можно так сказать, и вызывающими определенное социальное напряжение были пенсии, так называемые спецпенсии отдельным категориям, речь даже не столько о военных, сколько о чиновниках, о судьях. По мнению многих украинцев, они были необоснованно высоки, и если бы, дескать, их урезать, то можно было бы поправить дела всех остальных. Как будет решаться вопрос с спецпенсиями, будет ли наблюдаться такой же разрыв после, там, 2019 года, как сейчас между обычными пенсионерами и специальными пенсиями? Такого больше не будет, потому что установлено, что при всех, ну, при любых формулах, при любых, скажем, как бы, попытках что-то увеличить, существует ограничение в 10 740 гривен. То есть выше этой планки, как бы, пенсия увеличиваться не будет, даже если по формульным каким-то расчетам она получается выше. Естественно, для тех людей, кому пенсия была назначена ранее, ну, допустим, составляла на сегодняшний день 15 тысяч гривен, при вот этом установленном потолке 10 740, для них эта выплата останется. Понятно, что она не будет индексироваться, она не будет осовремениваться, и когда-то наступит такой момент, что эти все пенсии, ну, сравняются в своей величине. Потому что пенсии, которые ниже 10 740 гривен, они будут подвергаться осовремениванию, ну, на величину инфляции, темпом роста заработка. Пенсии, которые выше 10 740 гривен, осовремениваться не будут. Поэтому вот это выраивание наступит, но оно будет постепенным. Что же касается затрат бюджета на выплаты пенсий вот этим, как бы, особым категориям, то они незначительны. В общей массе они там составляют какие-то проценты. Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Я вынужден уже заканчивать нашу программу. Напомню нашим слушателям, что у нас в студии был Александр Ткач, эксперт пенсионной системы реанимационного пакета реформ Украины. Это радио Крымреали. У микрофона был Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Скоро продолжим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова